Сегодня не все жители многоквартирных жилых домов могут похвастаться своей управляющей компанией. Не всегда обе стороны находят компромисс в вопросе «хотим» и «можем». Понимающими называют сотрудников управляющей компании МИКО жителя микрорайона Новоспаски. В управлении этой компанией находится 12 трехэтажных домов. Одна из последних просьб жителей данного микрорайона была установка специализированного контейнера для сбора ртуть содержащих отходов. Просьба была выполнена. Идея-то возникла в первую очередь у законодателя. С 2010 года на управляющей компании возложена обязанность обеспечить дома, находящиеся в управлении, такими пунктами сбора ртуть содержащих и других опасных отходов. Безусловно, мы выполняем законодательство в первую очередь. Во-вторых, наши жители сами стали инициаторами и проявили сначала инициативу. Каждый в своем подъезде организовал мини-пункты. И, соответственно, пришла нам идея, что пора устанавливать контейнер. Что у нашего населения, у жителей нашего микрорайона проявилась определенная сознательность. И они действительно уже хотят бережно относиться и к имуществу, и к природе, и к окружающему миру. Контейнер для ртуть содержащих отходов предусматривает отделение для сбора ламп, градусников и батареек. Все продумано и очень удобно. Обслуживает специализированная организация, потому что для утилизации ртуть содержащих отходов есть специальная технология, специальные полигоны. На обычные свалки и мусороперерабатывающие заводы такие отходы не забираются. Есть специализированные организации, у которых есть сертификаты, доступ для того, чтобы утилизировать данные отходы. Большой праздник состоялся в микрорайоне Новоспаски 10 сентября. Здесь торжественно открыли детский игровой комплекс. Коллектив управляющей компании постарался, чтобы этот день был запоминающимся. Театрализованные представления, конкурсы и подарки ждали местную детвору. В нашем микрорайоне проживает очень много совсем маленьких детей. Они, естественно, будут расти. И помимо детской площадки нужна, безусловно, для занятия подростков и спортивная площадка. И, конечно, нужны места отдыха для людей более пожилого возраста, для взрослых. То есть, в принципе, всем нужны комфортные условия. Здесь территория позволяет. Здесь действительно такой тихий, уютный уголок, большое пространство с озеленением. То есть, безусловно, в будущем мы планируем дальше продолжать деятельность по обустраиванию мест отдыха. Безусловно, у управляющих компаний куча обязанностей. И не всегда достаточное финансирование позволяет делать то, что хочется жителям. Однако, даже в таких ситуациях с людьми нужно уметь разговаривать и договариваться. И вот здесь стоит брать некий пример с управляющей компанией МИКО. Мы работаем с нашим населением, обращаем внимание на их просьбы. У нас есть группа ВКонтакте в соцсетях. Мы оперативно реагируем на любые пожелания, в принципе. Рассматриваем, если они действительно нужны, мы делаем. Обеспечили все-таки установку...